Вы зараз до лучшему Андерса Усланда, шведского экономиста, науковца Атлантик Канцел, Винзнамы на з'язку. Добрый день, господин Андерс. Добрый день. Вопросы по переговорам, которые происходят в Женеве. Россия высказала очень радикальные, очень завышенные требования, откровенно, для Соединенных Штатов и для НАТО в целом. По вашему мнению, чего она в действительности добивается, ставя очень высокие ставки, чего на самом деле ждет отвоевать свой минимум или свою норму? Сергей Рябков сказал сегодня, что это в самом деле ничего о том он может переговорить. Он сказал, что это просто ультиматум, нам надо все получить и неясно, о чем они вообще могут говорить. И можно сказать, что российская оппозиция выглядит как ультиматум перед войной, приблизительно как Гитлер сделал перед атаком на Польшу или Сталин перед атаком на Финлянде в 1939 году. Что Америка хочет, это чтобы будет процесс, чтобы вообще обсуждать европейскую безопасность. Потому что сейчас практически никаких договоров остается по контролю вооружения в Европе. И Запад, это значит НАТО и США хотят восстановить такие договоры. Что очень опасно выглядит. Почему им нет эти переговоры? США хотят развивать тот процесс. Россия явно это не хочет. Просто дать ультиматум и быстро кое-что делать. Но для России это удача Путина. Что он сейчас является важным человеком и играет большую роль. Наши эксперты, некоторые эксперты в Украине, они считают, что Россия ожидает от США, что Америка будет давить на Украину для выполнения минских договоренностей на российских условиях. Как вы считаете, это может быть предметом обсуждения и готовы ли США вступить в такую игру, в такой план? Нет. Я думаю, что это такая опасность. Но я думаю, что это правда, что Россия это хочет и хотела бы это получить. Но это не будет. Что США вообще может дать? Ну, о чем не были планы в любом случае. Например, поставить ракеты в Восточную Европу, которые могут атаковать Россию. О чем Путин достаточно много говорил. Ну, просто американских планов нет. По крайней мере, неопубликованных таких планов нет. Но МВС опубликовал, что США может сократить войска в Восточной Европе. Это точно невозможно. И Совет Безопасности Вашингтона очень сильно высказался против этого. Что это неправильная информация. Что я думаю, не надо беспокоиться. Конечно, США и НАТО не будут отменить решение, что Украина может стать членом НАТО. И коротко, Россия ведет переговоры с США, намекая, ну вот, о НАТО ведет переговоры только с Соединенными Штатами Америки. Как бы отодвигая остальных членов НАТО, предлагая решать только Соединенным Штатам. Может ли это поссорить сейчас Европу, членов НАТО остальных и Соединенные Штаты? К этому ли все идет и включаются ли, опять же, Штаты в эту игру? Ну, конечно, это не красиво, что это так получается. И это именно, что Россия хочет отделить Европу от США. И я не думаю, что это особенно опасно, но нехорошо. Спасибо вам большое за комментарии. Спасибо, что нашли время. Андрес Ослун, шведский экономист, науководь Атлантик Канцел, ГОВ, ЗНАМЫ. На ЗСКУ.